Уважаемая генеральный секретарь Международной Организации Гражданской Обороны, госпожа Мария Ату Яб, уважаемые главы делегации, дамы и господа, Кыргызская Республика является членом Международной Организации Гражданской Обороны с 2011 года и активно участвует в международной деятельности МОГа. Мы очень рады приезду делегаций из 25 стран мира и особо подчеркну, что этот период, сессия исполкома МОГа, проходит в Кыргызской Республике во второй раз. От имени президента Кыргызской Республики Джапарова Садыр Нургаджевича и Кабинета Министров позвольте сердечно поприветствовать участников и гостей 56-й сессии Исполнительного Совета Международной Организации Гражданской Обороны на нашей горной и гостеприимной земле. Уважаемые участники сессии, за период членства Кыргызской Республики в Организации совместно успешно проводятся мероприятия, направленные на решение проблем в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, такие как реализация программ по горно-спасательной и водолазной подготовке спасателей стран-участниц организации, оказание гуманитарной помощи, усиление потенциала национальной системы, гражданской защиты, техническое содействие и многое другое. Учитывая динамику данного сотрудничества, в 2014 году на 21-й сессии Генеральной Ассамблеи Кыргызская Республика была включена в состав Исполнительного Совета Организации. А на 54-й сессии Исполнительного Совета МОГО кандидатура министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Б.В. Каджикеева была избрана на пост председателя Исполнительного Совета, и Кыргызстан третий раз становится председательшей стороной в организации. Председательство в Исполнительном Совете МОГО, состоящем из 25 стран, является большой честью для нашей страны, ведь именно данный орган принимает знаковые решения в сфере гражданской обороны и защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций. Это стало признанием важной роли нашей страны в международной системе гражданской обороны, подтверждением ценности кыргызского опыта в данной области. Могу с уверенностью сказать, что на данном этапе организация представляет собой разностороннюю и позитивно развивающуюся авторитетную международную структуру и является своего рода альянсом, созданным на основе стремления государств-членов совместно решать вопросы международной безопасности на оригинальном уровне, в целях развития национальных структур гражданской защиты и совершенствования готовности к чрезвычайным ситуациям различного характера. Все это также тесно связано с глобальными усилиями по снижению рисков стихийных бедствий, являющимися одним из центральных элементов новой повестки дня в области устойчивого развития. Хотел бы напомнить, что по инициативе президента Горгызской республики Джапарова Садара Нурваджовича Генеральная ассамблея ООН объявила 2022 год международным годом устойчивого горного развития. Сегодня, когда количество чрезвычайных ситуаций возрастает в силу активных сейсмических явлений, глобального потепления, роста населения и инфраструктуры территории, необходимо усиливать и развивать международное сотрудничество, двухстороннее и многостороннее партнерство в области снижения риска бедствий. Примером может служить гуманитарная спасательная операция в феврале месяце в Турецкой республике, где спасатели Горгызской республики проявили профессионализм, извлекли из завалов целые семьи и спасены жизни многих простых граждан. Поэтому нельзя не отметить роль МОГО в оказании гуманитарного содействия зарубежным государством в различных формах. Это и продовольственная помощь, гуманитарное разминирование, подготовка кадров, техническая помощь и многое другое. Уважаемые участники, дамы и господа, хочу отдельно остановиться на деятельности МЧС нашей страны. МЧС на сегодня является одним из энерговооруженных и технически сильных государственных органов нашей республики. С приходом Джапарова Садыр Нургозовича за последние два года бюджет МЧС был увеличен в четыре раза, с 2 миллиардов на 8 миллиардов самов. На 100% обновлен парк пожарной и инженерной техники. Были приобретены более 800 единиц пожарно-спасательной и инженерной техники, в том числе около 200 пожарных автосистем, 150 инженерно-тяжелой техники, 20 автомобилей повышенной проходимости автобуса, полученные два мобильных госпиталя в комплекте из 38 единиц техники. Впервые за 30 лет Кыргызстан приобрел воздушные суда именно для МЧС, как два вертолета Airbus H-145 и H-125 и один вертолет Ми-8 МТВ, буквально вчера вечером передан российской стороной нашему министерству. В пользу случаем хочу поблагодарить делегацию МЧС Российской Федерации, лично Александра Вячеславовича Куренкова, за поддержку, вклад и выкрепление технического потенциала МЧС нашего государства и с высокой наградой, которую вручу уважаемый наш президент вам. Благодарю, желаю успехов вам в дальнейшем. Уважаемые участники, хотелось бы надеяться, что Кыргызстан на правах председательской стороны в исполнительном совете МОГО также внесла свой вклад в развитие коллективного реагирования, в частности в совершенствование международной правовой базы, проведение исследований и реализация на практике новых подходов в области международного гуманитарного права, защиты населения от природных и техногенных катастроф. За это время МЧС Кыргызстан очень активно и плодотворно сотрудничает с МОГО по многим направлениям, а наиболее значимые результаты были достигнуты в области усиления технического потенциала, успешной реализации ежегодных программ по горно-спасательной и водолазной подготовке для спасателей стран-участниц МОГО, проводимых на территории нашей страны. С каждым годом авторитет и популярность проводимых курсов только возрастает. Сегодняшняя очередная 56-я сессия Исполнительного совета МОГО находится во взаимосвязи комплекса мер, осуществляемых Кыргызской республикой, является демонстрацией усилий государств-членов поиска новых путей и обмена опытом для дальнейшего расширения сотрудничества между чрезвычайными и спасательными службами государств-членов организации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В данном контексте Кыргызстан выступает с инициативой по открытию регионального офиса МОГО для стран Центральной Азии и Азии на территории Кыргызской республики. Мы глубоко убеждены, что открытие регионального гуманитарного офиса МОГО для Центральной Азии в Кыргызской республике послужит отличной платформой для практической реализации гуманитарных проектов и оперативной помощи странам регионам в случае наступления чрезвычайных ситуаций на их территориях. Уважаемые дамы и господа! Завершая свое выступление, хотелось бы отметить, что все государства-члены исполкома МОГО на сегодня достигли достаточного потенциала в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения, решении проблем в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и готовы к практическому сотрудничеству в этой сфере. Глубоко убежден, что совместная деятельность в рамках исполнительного совета позволит и дальше Кыргызской республике успешно осуществлять взаимодействие с государственными членами организации и будет служить основой для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской защиты. Желаю всем плодотворной работы, а также выражаю уверенность в том, что задачи, которые поставлены перед исполнительным советом МОГО, будут решены на самом высоком уровне и принесут эффективный устойчивый результат в будущем.